Всем привет, друзья! Компания Nikon уже долгое время игнорировала видеовозможности в своих камерах, но с появлением беззеркалок серии Z все изменилось и акцент на видеовозможности стал куда больше. К слову, именно в беззеркалках Nikon впервые появилась возможность RAW видеозаписи на внешний рекордер Atomos Ninja 5. В общем, компания поняла, что нужно брать ноги в руки и догонять паровозик прогресса, если, конечно, хватит сил. Поэтому в этом видео хочу поделиться своим сетом настроек, чтобы снимать видео на беззеркалке Nikon максимально удобно. Эти советы подойдут для всей актуальной линейки Z6 и Z7 первого и второго поколений, Z5, а также кропнутый Z50. Показывать буду на Z7 первой версии. Так как это супер полезное видео, думаю, можно в кредит доверия, так сказать, поставить нам лайк и подписаться на наш новый телеграм-канал, если вы еще, конечно, не подписаны. Там выходит годнота. Первое, что нужно сделать, это переназначить передние функциональные клавиши. Верхняя по умолчанию отвечает за баланс белого, а нижняя за тип фокусировки и зоны. Заходим в пользовательские настройки видео, пункт G2. Меняем переключение режимов и зон с FN2 на FN1, так как это более важный пункт и дотягиваться до верхней кнопки попросту удобней. Ну, ленивая я жопа, немного. Теперь, удерживая кнопку и поворачивая передний диск, переключаются типы фокусировки. Ручная, покадровая, следящая и автоматическая. А если удерживать кнопку и крутить задний диск, тогда уж и выбираются зоны фокусировки. Это точечная, небольшая зона, широкая зона и по всему полю кадра. К этому, конечно же, нужно сначала привыкнуть, но потом, оказывается, очень удобно. Вы точно знаете, что все, что касается фокусировки, у вас находится на одной кнопке, а не на одной из двух. И вы думаете, какую из них нажать, как на других камерах. Плюс экономия места на корпусе. В пункте F5 можно поменять местами эти две настройки, в зависимости от того, что вы чаще используете. Если вы чаще теребите зоны туда-сюда, тогда лучше поменять местами. Если все же вы чаще меняете фокусировку, тогда оставляем как было. На FN2 ставим выделение пиков разными цветами для ручной фокусировки, чтобы визуально лучше видеть, где именно ваш фокус и влезает ли в грипп все, что вам нужно. Если вы не пользуетесь ручной фокусировкой и не блокируете фокус уже после наводки на резкость в автомате, тогда второй пункт можно заменить на выбор области изображения, полный кадр или кроп. Теперь можно быстро делать 50% увеличение, когда нужно что-то приблизить, но при этом нет возможности подойти ближе, а объектив и так на максимальном зуме или это вообще фикс. Так вы получите гораздо более качественный видеоряд, чем если бы делали цифровой зум на постпродакшене, так как изображение будет захватываться из центральной области матрицы и затем пересчитываться в 4К или Full HD. Если вам одновременно нужны пикинг и переключение между полным кадром и кропом, тогда оставляем пикинг на FN2, а на джойстик назначаем выбор области изображения. Не пугайтесь, вы не будете случайно изменять область, когда меняете точки фокусировки, так как для этого нужно сначала нажать на джойстик и затем крутнуть любой из колес. Или это, или это. На AF-ON я советую оставлять включение фокусировки, так проще управлять фокусом в покадровом режиме, чтобы не делать это полунажатием на клавишу спуск. Если камера находится высоко и жать на кнопку записи видео неудобно, тогда ее можно назначить на кнопку OK в пункте G3. Теперь идем в настройку быстрого меню. Пункт G1. Здесь вместо области изображения, которое у нас уже назначено на отдельную клавишу, ставим яркость монитора. Вместо зон фокусировки аттенюатор, а вместо режимов фокусировки громкость наушников. Остальное здесь и так выведено все самое необходимое. Настройки картинки, форматы съемки, Wi-Fi, электронная стабилизация, матричная, высветление теневых участков, замер экспозиции, чувствительность микрофона и баланс белого. Вот теперь уже почти все под рукой. Осталось совсем чуть-чуть, на донышке так сказать. Некоторые важные пункты невозможно вынести в быстрое меню. Поэтому создаем свое собственное в самом нижнем пункте – мое меню. При добавлении пунктов вам предлагают конкретное меню, из которого нужно выбрать настройку. Это сделано гораздо удобнее, чем у большинства других производителей, где все варианты идут бесконечной неструктурированной лентой. Для начала выбираем пункт G4 – скорость автофокуса. Если нужно, чтобы автофокус просто максимально быстро наводился на цель, тогда скорость сдвигаем максимально вправо. Если же хочется плавного кинематографичного перевода фокуса с одного плана на другой, тогда стоит выбрать значение поменьше. Нужно экспериментировать в зависимости от расстояния до объекта съемки и от фокусного расстояния. Следующим добавляем чувствительность слежения автофокуса. Этот пункт отвечает за то, насколько быстро камера реагирует на появление объектов в кадре. Быстро или не очень. Иногда нужно, чтобы камера моментально реагировала, тогда сдвигаем ползунок максимально влево. А иногда это наоборот будет мешать. Например, если вы снимаете людей, которые находятся в толпе, и перед вами будут ходить люди или машины, тогда камера будет постоянно наводиться на вот этих вот людей или машины. В этом случае сдвигаем ползунок максимально вправо. Дальше добавляем настройку автофокуса по лицам и глазам. В случае, когда нужно будет навестись на предмет на переднем плане, а на заднем у вас находится человек, и вы снимаете в широкой зоне, это будет прям очень полезно. Ну и неплохо здесь смотрится пункт D9 с активацией сетки кадрирования. Иногда она мешает, а иногда помогает правильно расположить направляющие линии в кадре и контролировать горизонт. Дальше идут пункты, которые иногда все же нужны и не хочется их искать в последнем меню. Это форматирование карты памяти, настройка вывода сигнала по HDMI, информация о батарее, яркость монитора, яркость видоискателя и режим полета. Отдельно хочу остановиться на пункте HDMI. Во-первых, Nikon молодцы, что поставили сюда мини-HDMI, а не микро, как у многих других, в том числе и Sony. Он надежнее держит кабель. Полноразмерный HDMI было бы еще лучше, но хотя бы так. Во-вторых, в настройках можно выбрать вывод 10-битного сигнала, включить логарифмичный профиль N-Lock и даже показать на основном дисплее, как примерно будет выглядеть плоская картинка после покраски. Теперь идем в быстрое меню и выбираем Full HD 120 FPS. Заходим вот в это меню и сохраняем на U3. Почему не на U1? Да потому что U3 находится на расстоянии всего одного проворота от режима M, стандартного для видеосъемки. И теперь вы можете очень быстро переключаться с основного 4K30, например, до Slow Motion Full HD 120. Советую также поставить на U2 Full HD 100 FPS. Для тех случаев, когда 1.125 и, естественно, короче выдержек не хватает для того, чтобы убрать строк. Вам нужно обязательно 1 сотая выдержка. Вот для этого случая U2 вам прям очень поможет. Ну и для не самых активных сцен 100-120 FPS может быть многовато. Или банально не хватать света из того, что у вас короткая выдержка. Или же, опять же, у вас будет строп даже на 1 сотой выдержке. Для всех этих случаев стоит назначить на U1 Full HD 60 или 50 FPS. Если у вас Z6 или Z7 второго поколения, тогда на U1, U2 ставим 4K 50 и 60 FPS, а на U1 Full HD 120. Из дополнительных опций, которые полезно знать, это пункт А8, где можно ограничить выбор зон автофокуса со всех до тех, которые вы реально используете. Например, только точечную и по всему полю кадра. Но это лучше делать, когда уже попробовали все варианты и поняли, какой подходит лично вам больше всего. А также пункт А5, где можно ограничить количество точек автофокуса на вдвое меньшее количество, чтобы быстрее перемещаться между ними с помощью джойстика. Когда все настроили, то теперь вам не нужно лазить в меню в поисках нужной опции. Все под рукой. Или на быстрых клавишах, или на быстром меню, или на вами созданном меню. Ничего лишнего, только то, чем стоит пользоваться при видеосъемке. При переключении на фото все настройки изменяются, и это очень правильно. Особенно приятно, что выдержка не остается 1,5 секунды, как для видео. Кастомные клавиши можно переназначить совсем иначе, а в быстром меню вам явно не нужны настройки звука и прочие фишки видео, когда вы снимаете фото. Единственное, что остается неизменным, это мое меню. Здесь вы можете просто создать еще одну страницу чисто под фото. Если еще не поставили, то поставьте лайк этому видео и напишите в комментариях, про что я мог забыть из настроек для камеры Nikon. Или как вы настроили камеру Nikon. Или напишите, какой гайд делать в следующий раз на какую систему или камеру. В общем, давайте общаться. Ну и подписку с колоколом оформить не помешало бы, чтобы не пропустить, когда выйдет гайд именно на твою камеру. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok